Ребята, всем привет! Новый день, новый влог. Сегодня у нас... Что вообще? Сегодня 23... О! Я вообще забыла. Сегодня праздник! Сегодня 23 февраля, День Защитника Отечества. Надо же всем мне писать и поздравить. Ё-моё! Сейчас у нас пол второго. И сегодня... Так, Света добавим побольше. И сегодня... Я вас удивлю. Потому что мы поедем на студию записывать песню, которую написал Слава для меня. Кстати, не так уж давно он её написал. То есть я уже была беременной. И... Она такая очень летняя, как будто... Ну, короче, такая светлая, добрая. Ну, в принципе, как, мне кажется, все мои песенки, они такие... Ребята, вы знаете, как я люблю заниматься бытом? Чтобы дома всегда было чисто, всё вкусно пахло и блестело. Всегда слежу за своей и славиной одеждой. И я просто не выношу, когда есть неряшливость, неопрятность во внешнем виде. Особенно я люблю спать на чистом, свежем белье. Именно поэтому стирка и быт меня совершенно не напрягают и не надоедают. Наоборот, я люблю пробовать всякие разные лайфхаки. Смотрю рекомендации, очень часто что-то покупаю и пробую сама. И сейчас я начала пользоваться гелями для стирки вместо привычного порошка. У меня три разных геля для стирки от бренда LAM. Color для цветного. Альпийская свежесть для белого белья. И арома для белого и цветного. LAM это инновационный бренд-срез для стирки, помогающий эффективно отстирать основные виды загрязнений, сохраняя структуру ткани. Вещи как новая стирка за стиркой. Отстирывает гель очень эффективно, но бережно. Даже какие-то сложные пятна, например, чай или кофе. А ткань при этом сохраняет свои свойства, не теряет форму и цвет. И после стирки вещи пахнут нереальной свежестью. И я просто это обожаю. Так, ребят, у меня как раз накопилось для стирки цветное белье. Так что сейчас мы его будем загружать. Вот эти голубенько-серое разноцветное. В общем, тут все. И будем стирать гелем LAM Color. Поскольку у нас тут все цветное. Так. Наливаем наш гель в отсек для порошка. Так что такая вот я у вас классная хозяйка. Всем хочу порекомендовать попробовать этот гель. Я реально от него в восторге. А еще даю вам промокод PUSHMAN2023, который даст вам скидку в 10%. И ссылку оставила в описании. Так что обязательно зайдите, посмотрите и попробуйте. Представляете, вышел у меня влог, значит, про примерка платьев. Буду ли я гладить одежду ребенку. И там огромное количество комментариев, где меня жестко булит, хейтит. Потому что, или эти беременные. Захарители забулили, что, типа, я говорю об одном и том же. Что, типа, как такое возможно? До беременности смотрела уверенно в себе девушку. Думала, как же в беременности она будет кайфовать. А в итоге вроде смотрю, кайфуют сеться, но постоянно комплексуют из-за веса. Я не комплексую из-за веса. Просто я хочу хорошо выглядеть. И я это транслирую и рассказываю о том, что я хочу хорошо выглядеть беременность. И я не хочу набирать дофига килограмм, которые зависят от того, что я ем. Вот, я просто этого не хочу. Ну, мы это уже в Телеграм обсудили. Очень долго у нас такая была разборка. И, кстати, на этих комментариях, где меня жестко хейтит, булит. Ну, ладно, на самом деле, меня не жестко не хейтят и не булит. Ну, просто к тому, что якобы, типа, Чего ты вообще судишь людей, которые ходят в мятом и грязном? Типа, блин. Мы тебя можем тоже осудить за то, что ты сидишь дома. Окей. Вы можете меня судить вообще, осудить за что хотите. Только проблема в том, что это же вы смотрите мои видео, а не я, ваше, там, или видео людей, у которых грязно дома, все что-то. Я, кстати, никогда никому не оставляю никакие негативные комментарии. Никогда. Не знаю, может, это потому, что я, типа, блогер, и мой комментарий будет привлекать очень много внимания и все что-то. И потом обязательно напишут какие-то паблики о том, значит, Юля Пушман сотворила невообразимое. Короче, мне вчера подруга скидывает, что один журнал выставил, значит, новость, что, типа, почему Юля Пушман больше не считает, что они с Кариной лучшие подруги. Потому что меня прям жестко заколебли, и я ответила на все эти вопросы в своем Телеграме. Так что можете подписаться на него, и ссылочку оставлю в описании. Было просто очень много вопросов, почему нет реакции, Карина, почему мы не снимаем вместе видео. Ну, типа, знаете, вот до такого прям. Ну, короче, конкретно взорвали мой мозг. Сегодня-завтра в планах у меня снимать интеграции, рекламные проекты. Вчера я дома немножко наводила порядок, ну, не сказать, что прям какой-то суперпорядок. Просто я везде протирала пыль, все убирала на свои места, разложила сухое, то, что сушилось после стирки. Вот, не погладила, просто запихала шкаф. Это все к тому, что я тоже могу сложить в шкаф неглаженные вещи. Дома даже могу ходить в неглаженном. Но я, например, на видео никогда, ну, может, когда-то такое было, но вот сейчас, да, никогда не стану сниматься в неглаженном, например. Просто для того, чтобы люди, которые смотрели меня, девочки, которые меня смотрели, они думали, вау, как здорово. Вот ни разу не видела, чтобы она там какая-то, не знаю, была неопрятная, еще что-то. Я тоже так хочу. То есть я просто хочу подавать хороший, не знаю, пример, в моем понимании хороший, что можно ухаживать за собой, за одеждой. Все, блин, реально. Самое забавное, вот за что меня там хейтит, что мне абсолютно все равно, как у кого дома. Ну, типа, если у вас дома грязно, либо вы не любите гладить, у вас на это нет времени, это меня вообще абсолютно не касается. Реально. Я просто сказала, что я такое не люблю, мне такое не нравится. И если я увижу человека в сильно мятой какой-то одежде, я подумаю, типа, блин, ну неужели нельзя было погладить, отпарить? Все, это типа, это все, мне кажется, что я хотела донести, и все, что я сказала, тем не менее, люди просто взорвались в комменты. И я, кстати, знаете, что говорила в видосе? То, что наверняка именно те люди, у которых дома беспорядок, все грязное, там, не стиранное, неглажное и так далее, они обязательно напишут какой-нибудь жесткий комментарий. И в итоге очень многие написали. Я думаю, есть люди, которых просто это задело, вот. Я не хотела вас обидеть, извините, мне реально абсолютно все равно. Ходите вы в глаженном, не в глаженном, в грязном, в чистом. Это абсолютно только ваше дело. На сегодняшний день, как я выгляжу? У меня два дня назад ужасная была кожа, просто трэш. Я еще решила все это подавить, и было просто мясо. Вот тут просто такое у меня мясо было. Ну, тут тоже, вот тут, вот тут, вот видите? Прямо это все хорошо видно под носом. Вот здесь. Тут чего? Я не отчаиваюсь, потому что, в принципе, ну, я уже знаю, как с этим бороться, как с этим жить. И, конечно, ну, ничего не поделаешь. Конечно, я уже там в какой-то степени привыкла к тому, что у меня кожа прям получше. Ну, что сделаешь? Ничего. Глядишь, реально после рода все пройдет. В понедельник, 27-го, у меня женская консультация врач и ресницы. А во вторник я буду сниматься для кое-какого шоу, давать интервью. Немножко волнуюсь, потому что уже 100 лет нигде ничего не давала, не рассказывала и так далее и тому подобное. И не знаю, что там будут за вопросы. Не знаю, ну, хочется, знаете, хочется и хорошо выглядеть в кадре, и не сказать какую-нибудь хуйку. Ну, типа, хочется прям вот, чтобы все было прикольно и классно. Я все равно буду делиться с вами тем, сколько я вешу, как я выгляжу, потому что я это делаю не только для вас, но также и для себя, и также для тех, кому интересно, сколько я набираю, сколько я сейчас вешу, на какой неделе и так далее. Сегодня 20 недель 4 дня беременности. И вчера я взвешивалась, сегодня я не успела взвеситься до того, как я поела, попила, еще что-то, поэтому нет смысла. Вчера я взвесилась и весила ровно 59 килограмм. Итого изменения и прибавка за всю беременность 5 килограмм, запятая 300 грамм. Я думаю, что это норм, и я вставлю на то, что, наверное, килограмм 15 я наберу за беременность. Я не знаю. Вчера я съела 2 пончика из эшана, такие, знаете, они, ну, там есть с начинками, а есть такие пустышки в сахарной пудре. Вот таких съела 2, было обалденно. Съела 2 блина прям на ночь с мясом. Это я рассказываю тем людям, которые считают, что я помешана на весе. На самом деле я иногда просто поражаюсь тому, что происходит. Это не только у меня в комментариях происходит, а просто вот выходит одно видео, там одна тема, тебя, например, засирают, следующее видео выходит, и там уже что-то другое говорит, тебя уже все хвалят. Говорят, да ты чудо просто, да ты просто молодец, хорошо, что ты об этом не думаешь, хорошо, что ты вот такой. Настолько все лицемерно, категорично и вот просто мгновенно. Вот мы прям сейчас тебя уничтожим, вот так вот застрем тебе все комменты негативом, а следующее видео ты выпустишь и будешь там, например, что-то другое рассказывать, и то, что нам больше понравится. Мы тебе все напишем только позитивные комментарии. Я просто не понимаю, что вы там типа ненормального, когда человек хочет следить за тем, как он выглядит. И меня, представляете, за это захейтили. Вот я как у психолога на консультации. Я говорю, представляете, меня захейтили за то, что вообще в порядке вещей. Прям хорошо. Рассказывала просто о том, что у меня все растет, что у меня не только живот растет и груди, что у меня и руки поправились, и ноги. А что вы там такого типа, блядь? Уже об этом рассказали люди? Если вы меня не принимаете такой, какая есть, это ваши проблемы, не мои. Потому что есть куча людей, которые очень рады и с кайфом послушают, что я думаю на тот или иной счет. Есть ли у нас изменение рост живота? Спать становится все неудобнее и неудобнее с каждым днем. Я тоже в положении. Срок чуть больше, чем у Юлии. И это так интересно переживать этот период с блогером, которого смотришь уже долгое время. Комментарий бомба. У тебя реально РПП. Так париться из-за весы, да еще и в беременности. Зачем было беременеть, если это так тяжело? Суррогатная мама и все. Ребят, это мне еще пишут, что у меня что-то с головой не так. Это мне, блядь, это клиника вообще. Во-первых, человек ставит медиагнозы. Наверняка не имея никакого на то образования и так далее. Я просто подумала вот о чем. Если бы я в видосах транслировала вот что. Ребята, я беременна, а это значит, что я буду есть все, что захочу. Я не буду следить за своим весом, за своим здоровьем. А за тем, как я выгляжу. Я просто вот у меня 9-месячные такие вот каникулы, когда вот я все, что я сделаю, потом это со мной не останется. Например, какая-нибудь депрессия от того, что я не могу прийти в форму после родов очень долго. Некоторые не могут прийти в форму по несколько лет, потому что в беременность вот так вот кайфовали, делали, что хотели. Кто-то очень быстро приходит. Все индивидуально. Никто не спорит. Никто не спорит. Но ведь никто же мне не даст гарантии, что, например, это мой случай. Что я могу делать, что хочу, потом я рожу. Мне вообще будет, может быть, не до того, чтобы думать о себе. Я считаю, что в беременность логичное дело, конечно, что ты думаешь о ребенке, следишь за тем, что ты ешь, но при этом ты должен следить за собой. За тем, как ты выглядишь. За тем, что ты ешь. И, конечно, еще раз за тем, как ты выглядишь. Потому что, когда родится ребенок, не факт, что у тебя будет на это столько времени. И вы меня не переубедите. Абсолютно. И даже при том, что я хочу всю беременность выглядеть хорошо, следить за собой. Понятное дело, за ребенком тоже. Я хожу по врачам, все соблюдаю, все делаю как надо. Первое и логичное, это просто первостепенное. Ну, типа, об этом даже думать просто, ну, просто какой-то, я не знаю, кто будет думать о том, что я об этом не думаю, например. И даже при всем этом, я уверена, что как только я рожу, первое время будет очень тяжело. Ну, типа, я, конечно, хочу, чтобы было легко и классно, и непринужденно. Но я прям уверена, что все равно это будет тяжело, как минимум морально осознать, что все, твоя жизнь изменилась. Изменилась навсегда. Все. И в любом случае это морально тяжело. И представьте, что вот помимо того, что у тебя появляется ребенок, да, это большое счастье, ты этого очень ждал. Ну, как бы мы этого очень ждем, да, понятное дело. Тем более, вы сами знаете, что это у нас не вот так вот получилось все. С первого раза, ля-ля-ля, полетели. И вот ко всем вот этим вероятным, возможным, там, переживаниям, тревожностям, ну, как же так, жизнь изменилась, почему он платит, не высыпаюсь, на себя времени так много нет, что же теперь делать. Ну, допустим, я же не знаю, как это все будет. И вот ко всему этому добавить еще то, что я хуйка выгляжу. Это просто, мне кажется, ясно, как вот день. Вот сегодня очень ясный, светлый день. Мне кажется, вот точно так же ясно. Поэтому мне хочется, даже если стопроцентная гарантия, что я выйду из роддома и сразу буду выглядеть вот прям так вот, например, я все равно не буду забивать на себя. И как по мне, так это более здоровое отношение к себе, чем когда ты на себя забиваешь и думаешь только о ребенке, который, например, еще даже не родился. Знаете, как, типа, жрать за двоих, за троих, ну, потому что малыш хочет кушать, он просто... Я читала книгу, правда, я все ее никак не дочитаю. Материнская любовь. Где она у меня тут лежала, где-то? И из этой книжки я сделала для себя очень большой вывод, что нельзя делать ребенка смыслом жизни. Потому что как только ваш смысл жизни вырастет, он может уйти от вас. И все, это получается, что смысл жизни от вас ушел. Ну, то есть, понятно, ребенок вырос, все, у него своя жизнь. Ну, грубо говоря, нельзя, нужно думать и о себе, и о муже, ну, как бы и о ребенке тоже, понятное дело. Просто мне кажется, что это здоровая тема, когда ты хочешь хорошо выглядеть, когда ты думаешь так же и о себе. И я удивлена, что в 21 веке меня захейтили из-за того, что я в какой-то степени, возможно, переживаю о том, как я выгляжу, как я могу выглядеть, и о том, что я хочу хорошо выглядеть. Меня это, если честно, удивляет. Ну что ж, ребят, все, мы уже едем на студию, мало того, мы уже почти приехали. Там дальше Арбат. Я в студии не была, знаете, сколько? Наверное, знаете. Хотя, конечно, вы, наверное, не следите за тем, когда я была в студии. Короче. Последний раз я записывала песню в 21 году, и еще до того, как Слава сделал мне предложение. Представляете? Так давно, кошмар, жестоко всего произошло, с тех пор мы поженились, и, блин, уже чуть ли ради ничего успели, вот. Все, мы добрались, приехали к Дане на студию, сто лет не виделись. Сейчас будем творить чудеса, тут появился диван, прям то, что нужно. Тут вот я стою и пою. В какой-то момент у меня испортилось настроение, потому что я беременяжка, и у меня за секунду может испортиться настроение. Ты знаешь, из-за чего у меня испортилось настроение? Классика, да. Потому что я увидела, что на часах, как будто бы уже мы 40 минут записываем вот этот один момент, и я расстроилась, и дальше просто не смогла. Из-за того, что мы начали не тогда, когда мы прям приехали, а какое-то время Слава сидела, свои дела делала, ну, они там сводили кое-что, трек. Вот, а я просто ждала, где-то час чем-то не этим занимаюсь, я просто сидела ждала, ну, как бы, что, мы уж вместе приехали, и сейчас как раз там где-то 2 часа на то, чтобы мне записать трек. Ну, понятно, что, может, если там что-то не пойдет, то приедем еще, еще что-то, но в целом, по сути, нам осталось записать один последний куплет, и все. Ну, типа, все мы записали, и записали мы это все за где-то час. Вот, но это же не вся работа, мы сейчас все это соберем еще, посмотрим, что получается, где-то что-то, может, перезапишем. Надо записать бэки, терцы и так далее. Короче, там куча, на самом деле, всего, то есть эта работа все равно занимает много времени, даже когда уже основной вокал записал. Короче, я к чему? В какой-то момент я расстроилась, думаю, как так? Первый куплет я не могу записать уже 40 минут, но на самом деле вначале я еще должна распеться, привыкнуть, мы должны понять по тональности, потому что мы немножко подняли тональность для меня. Ну, короче, я просто вот так вот за секунду расстроилась. И Даня, ну, вот звукорежиссер как раз, он включает, ну, типа, чтобы я пела, опять записывать следующий дубль, там, и так далее. А я все не могу уступиться, потому что я понимаю, что я не могу, просто не могу. И Даня, наверное, подумала, что я, это, ну, типа, не успеваю уступить как-то, что-то забываю, там, воздух как-то не то, что-то, ну, короче, просто туплю, типа, не могу уступить, а я просто расстроилась, я понимаю, что я не могу рот открыть? Это так забавно, но на самом деле это никак не связано с беременностью. Я не настолько расстроилась, чтобы, типа, все, все, бросаем, уезжаем, нет, мы все записали, это на первом куплете я расстроилась, вот, а так мы почти все записали, сейчас запишем второй куплет, соберем, посмотрим, что получается, насколько нам нравится, потому что там были какие-то сложные моменты, где я психовала. Знаете, я думаю, интересно, когда я буду петь, будет ребенок там что-то шебуршать в животе, потому что иногда это жестко ощущается и даже немножко отвлекает. Ну, типа, знаете, когда ты собираешься спать, у тебя там дискач в животе какой-то творится, не то чтобы сильно отвлекает, но немножко, вот, но в итоге ничего, нормально. Наш малыш спокойно спит сейчас и ждет, когда мамочка с папочкой закончат свои дела, а потом мы в машине или дома послушаем, что там у нас получилось. Посмотрим, если все классно, то Даня будет сводить все, там, где-то, может, ноты какие-то вонючкие подчищать. Еще, кстати, все время до этого у меня не телефон был, а этот лист бумаги, мы печатали текст, а сейчас поставили телефон. И минус телефона заключается в том, что мне приходят сверху какие-то уведомления, хотя я поставила на авиарежим, но Wi-Fi все-таки не выключаю, потому что мало ли что, там, ну, что-то срочно, еще что-то. Вот, здесь такое вот окошко, там сидит звукорежиссер, и они слушают, там, классно, что получается, в микрофончик, там, мне что-то говорят, типа, давай, давай, ты молодец, или, ну, все, сдулась. Улыбочку, улыбочку, дыхание, поиграй как-нибудь, покажи какую-нибудь эмоцию. Ты видишь, мне было сложно запомнить? Я понял, я понял. Нет, нет, там бэк, его вообще не слышно, да, но смотри, все равно там надо порвать. Ну, короче, давайте... Живой автор сидит, блин. Я понимаю, амбистии, да. Никуда не деться. Автор негодует. Да, никуда не деться, никуда не деться. Говорит, не так, я спела, как задумывалась. Да, по-своему спела, но тоже неплохо. Ну, в общем, у нас все готово, да? Да. Можем писать дабл. Ребята, мы уже едем домой со студии, все записали, абсолютно. Блин, вот за все время я ни разу не сходил сюда. Ни разу, нет. В заряде. Я тоже ни разу не была в заряде, охренеть. А он уже открыт, наверное, лет пять. Уже, чтобы было потеплее и гулять. И когда потеплее будет, еще и на дачу поехать. И там гулять. И все равно что-то в огороде какого-то шматит. Не знаю. Как я, наверное, не смогу уж это сделать. Но все равно хоть какие-то движения, я думаю, я смогу сделать. Даже, ну нет, грабли осенью нужны. Ну, что я с такого несложного делать? Поливать смогу. Обрезать что-то смогу. Я пока не знаю. В любом случае, тяжести-то уж поднимать нельзя. Сильно тоже прыгать, бегать, нагибаться нельзя. Смотрите, какое чудо. Мы все записали, хотя не каждую песню мою, которую мы записывали, когда, да, мы записывали вот в один день, чтобы записать все. Потому что помимо основного голоса, который вы слышите, там же еще куча всяких других штучек, которые внутри. Так что звукорежиссер все это сведет, соберет, нам пришлет. Если все будет супер, и мы такие, вообще класс, то все, улет, работа проделана отлично. А если будут какие-то моментики, типа вот этот моментик все-таки давай перезапишем, а здесь какой-то бэк добавим. Ну, это знаете, как бывает, что классная мысля, приходит опосля, мало ли что. Ну, мне кажется, мы достаточно быстро сработались с этой песней. Да, она легкая. Нет, я даже не про то, что записали, а про то, что ты ее написал, там, что-то менял, дописал и так далее. Мы могли бы еще быстрее. Мы могли бы еще раньше это сделать, да, но нам немножко было не до этого. Вот, ну я просто к тому, что это, знаешь, не затягивалось и не откладывалось в какой-то долгий ящик очень долго. Что у нас так, конечно, бывает, это нехорошо. Ну, что поделать, некоторые вещи просто бывают, что не получается сделать тогда, когда вот планируешь. И ты понимаешь, что логичнее это будет делать попозже. Или просто сейчас как бы это не первостепенные важности дела. Сейчас полдевятого, сегодня опять я не успею пропылесосить дома. Днем тоже как-то не до этого было. А что я не убила? Проснулась, красилась. Ой, я ничего такого делала, мало бы пропылесосить. Ну ладно, ну ладно, значит завтра. Ты марафетилась. Я марафетилась, что я, извините, если уж выбирать, пропылесосить или намарафетиться, даже уж не знаю. На марафетиться, это вообще замило. Да, наверное, сначала я намарафетчусь, а потом, если останется время, я пропылесошу. Вот, кстати, интересный вопрос, что для меня важнее? Чистота дома или хорошо выглядеть? Ну, конечно, понятно, если куда-то уходишь сегодня и, ну, просто что-то снимаешь, еще что-то, то первостепенно однокрась. Привет, ребята. Сегодня 7 марта. Сегодня мы гуляем врача на УЗИ и на приеме. Что-то интересное мне рассказали, меня взвесили. Сказали, что все со мной нормально, что я не отекшая. Кстати, сегодня я реально не отекшая, не опушая. А вот вчера, ребята, был трэш. В одежде вот в этой, в которой я сейчас стою без обуви, я взвешивалась в клинике. Я весила 62. Но утром дома я весила 66, что ли. Я знаю, что есть какие-то нормы того, сколько я должна набирать. Кстати, я давненько не снимала влог. Не продолжала снимать съемочки. У меня был такой некий перерыв от влога. Потому что я в одно время очень много снимала. Так, вес. Мой вес. Я это для себя даже больше делаю. И для памяти. Сегодня я взвесилась утром. Было 60,6. То есть прибавка почти 7 килограмм. 6,9. Ребенок весит уже 530 грамм. Это уже нифига себе. Какой пупсик. Понятное дело, живот растет. Матка растет. Я не ощущаю на себе вот этих вот 7 килограмм, которые я уже прибавила за 6 месяцев беременности. Сейчас, конечно, я активнее набираю. Но я считаю, что в принципе... Сколько я за второй триместр набрала? Ну-ка. Второй триместр у нас когда начинается? С где-то 13 недели. Или когда? С 14, наверное. Так, 57,7 было. 2,9. Ну, короче, 3 килограмма я прибавила. Получается за 4-й, 5-й месяц. И сейчас у меня идет 6-й. Типа. Ну, по неделям на самом деле неправильно все это считать. Точнее, правильнее считать, наверное, по неделям как раз таки, а не по месяцам. Потому что если считать по месяцам, то получается, что беременность вообще 10 месяцев, а не 9. Вот. Ну, в принципе, 3 килограмма за 2 месяца второго триместра полных. Я считаю, очень даже круто. Талия у меня 90 с чем-то сантиметров. До беременности была 63. 60-70, наверное. Ну, нормально. Я записалась на глюкозодолерантный тест 4 апреля, по-моему, я при вас записывалась. Короче, записалась в роддом, типа бесплатно, от женской консультации. Ну, если честно, я думаю, отписаться. Ну, позвонить, отменить запись и пойти за деньги в платную клинику. Потому что я узнала, по цене не так уж и дорого. 2500, что ли, этот тест сдать. Ну, короче, типа, знаете, не там 10-20 тысяч, короче, там. Что, по сути, просто тебе надо выпить эту глюкозу, водичку, и кровь у тебя возьмут там 3 раза. Ну, то есть, как бы нормально. Хочу отменить запись, потому что я подумала, что пережидать там 2 с чем-то часа в платной клинике, мне, конечно, будет покомфортнее. Я не знаю, что за хрень, но мне в женской консультации сказали, что этот тест я буду проходить чуть ли не 4 часа. Я сегодня в платной клинике своему врачу сказала то, что мне вот так сказали, это правда. Она говорит, не может быть такого, типа, этот тест проходит за 2 часа. Я говорю, почему бы я так сказали в женской консультации, я говорю, может быть там так, может в роддоме, куда я, ну, типа, должна пойти там так. Просто смысл в том, что мне не важно, где сдавать этот тест, я могу сдать там, где мне удобно, мне главное результаты принести, и всё. Вот, поэтому я думаю отменить запись и записаться в платной клинике. Также из интересного, мы сегодня вот ходили как раз на УЗИ, увидели нашего малыша, очень хорошо так увидели, мышь и лицо не прятал, и можно было сделать 3D-снимок, и увидели даже как улыбается, носик, очертания какие-то уже такие прям хорошие, уже прям, ну, видно, что на малыша, на человека похоже. Что до этого как-то всё так криво, как-то непонятно было. Вот, единственное, что первое, пока лежал на УЗИ, я всё время снимаю всё это на видео, понятное дело, потом нам ещё фотографии классные такие распечатанные делают. Вот, и вначале не удавалось хорошо сфоткать лицо, потому что пуповина прям вот так вот лежала, я уж переживаю, как бы там не это самое. На голову не закрутилось, но пока сказали, малыш сидит на попе, ну, короче, не головой вниз, да, в принципе, пока рано, сейчас идёт шестой месяц только, вот, рожать ещё, блин, через 4 месяца, так что вообще дофига времени, чтобы ребёнок перевернулся, вот. Я настраиваю себя на любой исход родов, на естественный, на кесарево, ну, реально настраиваюсь на всё, потому что... Потому что очень часто девчонки готовятся именно как дышать во время родов, как тужиться, тарапыжиться, пыжиться и так далее, но никто никогда не готовится к кесарево, я не настраиваюсь на то, что у меня 100% будет к кесарево, просто... Я просто знаю, что многие девчонки, которые готовятся, ну, так бывает, что готовятся к естественным родам, а в итоге к кесарево, и они ничего про это не знают, там, что можно, что нельзя, реабилитация. Понятно, что в больнице тоже всё это расскажут и так далее, но просто когда ты знаешь... Знаешь, я просто люблю всегда знать, что может меня ждать, на что я иду, там, грубо говоря, если я пойду сделать себе какие-то инъекции, я всегда посмотрю в интернете заранее, как это делается, а что там можно, какие там могут быть варианты, исходы, ну, то есть я вот... Я люблю, короче, знать всегда всё наперёд, даже не то, что наперёд, а просто знать в случае чего, чтобы для меня это не было каким-то, знаете, ударом, типа, я к этому не готовилась. На УЗИ нам уже в третий раз говорят, что ребёнок похож на мужа, это очень мило, очень забавно, я уже в Телеграм об этом рассказала тоже, причём, прям, с самых первых УЗИ, где уже видно было очертание малыша, но давненько это было, понятное дело, там, с третьего месяца, допустим, когда мы уже ходили на УЗИ, где вот так вот хорошо уже можно увидеть личико малыша, и то, как хорошо это, относительно хорошо, сейчас, конечно, ещё лучше, вот, всё видно, и уже в тот момент врач, вот, к одному этому же врачу ходим, начала говорить, что типа, на мужа похож малыш, и я такая, типа, да вы шутите, потому что я думала, что она это говорит для того, чтобы, ну, у Слави, как в будущем отцу было как-то, типа, приятно, там, я не знаю, ну, вот я подумала, что мы что-то специально так говорит, вот, но она один раз сказала, потом второй раз мы пришли на УЗИ, она опять сказала, что на мужа похож, мы её не спрашиваем, типа, скажите, на кого похож, типа, она сама берёт и говорит, на кого похож, просто это забавно, и она так и говорит, типа, на мужа похож, а потом такая думает, что, блин, она уже так говорила, вдруг, типа, я там подумаю, то, что, а моё-то что-то будет, она говорит, ну, вы так похожи, типа, мы с мужем похожи внешне, и, ну, ребятам, кстати, типа, как будто на муж похож, но вы так похожи, что, может, и, типа, я что-то там не понимаю, короче, прошло нормально так времени, но, типа, больше месяца, ну, нет, месяц точно, я думаю, месяц точно прошёл, может, чуть даже больше месяца, как я не была именно у этого врача на УЗИ, потому что в прошлый раз я ходила на скрининг второй, к другому врачу в роддом я ходила, вот, зачем я вообще туда хожу, что за храбора, это, знаете, как, я просто такая же, как и моя мама, такая послушная, вот нам, как врачи сказали в женской консультации, туда мы идём, а то, что можно вообще этой хернёй не страдать и пойти просто, там, не знаю, за деньги в более комфортных условиях всё сделать, мы такие, нет, об этом не думаем, и она опять сегодня говорит, так, на мужа похож, малыш, я засмеялась, я говорю, вы на этом уже третий раз говорите, короче, я не знаю, я думаю, что вряд ли она прикалывается, что у меня просто было чёткое, знаете, такое ощущение, что она это говорит, чтобы как-то приятно славе сделать, хотя ему всё равно приятно, он же видит тоже, сидит рядом, он же видит своего малыша, он счастлив, ждёт, радуется, ну, как бы нам, как сказать, неважно на кого там будет больше, меньше похож малыш, мы просто ждём нашего малыша, самое главное, что он здоровый, это самое главное, вот, ну, конечно, всегда, как любому родителю хочется, чтобы был на нас похож, вот, но, честно, мне вообще всё равно, я точно знаю, что у нас будет чудный малыш, самое главное, пусть будет здоровый, счастливый, вот, и я думала, что на это как-то вот говорится, писали, чтобы как-то ему приятно сделать, не знаю. А чему ты думаешь, что только мне приятно сделать такое? А что? Может, у нас ребёнок реально на меня был? Ну и ладно. Ты так говоришь, что только сделать реально, чтобы у меня... Нет, я говорю, что я думала, что она так говорит, ну, типа, то, что как она может так вот прям чётко видеть, я делал выводы, что, наверное, она что-то видит там такое, что мы не видим. Ну, ты счастлив? Нет таких слов, чтобы ими можно было бы как-то описать моё состояние. Так хочешь, чтобы на тебя был малыш похож, да? Конечно. Я уже сверилась, что на тебя похож. Ну, ты это зря. Нет, ну, если ты-то у меня красавец, я не про это, просто мне, как и любой маме, хочется, чтобы на меня тоже был малыш похож. Я понимаю, ребёнок будет на тебя похож тоже. Я не говорю, что ребёнок будет полностью моей копией, потому что так не может быть. Ты... Родиться в эту копию! Ты, зайка, всё равно там присутствую. Конечно, не тревожная. Присутствуешь, рожаешь, как бы ты там часть себя оставляешь, поэтому всё нормально, не переживай. Да я и не переживаю, блин. Да, ну, просто я думаю, что тебя, может, это как-то тревожит, поэтому я решил тебе сказать... Меня это не тревожит. Тем более, зай, я когда тебя выбирала... Так. Я сначала выбирала тебя за твою невероятную красоту, за твои красивые ровные зубы. Кстати, знаете, по генетике что? Что зубы от отца идут, и я это подтверждаю. У меня, у всех моих братьев, рождённых от моего отца, у нас у всех кривые зубы. У всех одинаково кривые зубы. У моей мамы ровные зубы. Ещё до Венеры ровные свои были зубы. Поэтому я себе, мужья, выбирала равнозубого. Зуба равного. Зуба равного. И когда-нибудь наш ребёнок, господи, я надеюсь, не унаследуют мои зубы, я рассказывала в видео, в сообществе ВКонтакте, можете посмотреть. Я уставляла видео про мой первый триместр, и там были архивные записи с нашего первого скрининга. Я говорила, что мне за день до скрининга приснился сон, что я лежу на УЗИ, и врач говорит, господи, какие кривые зубы, типа, все зубы кривые, все не похожи друг на друга. Ну, типа, знаете, как бывает? Первые два похожи, следующие, это второй, да, вторые зубы тоже похожи, третий тоже похожи. Ну, как-то вот так вот, да, одинаково, зеркально, а там, типа, все кривые. И вот такой сон мне приснился. Но вроде это, по-моему, даже есть по Сонике. Я не смотрю на Сонике, потому что мне каждый день снится, чё мне только не снится. Очень часто спрашивают, чувствует ли Вивьена... Вивь, иди сюда. Вивь, иди сюда. Чувствует ли Вивьена, что у нас будет малыш? Честно, я не могу сказать, что чувствует. Мне иногда кажется, что она от меня отдалилась, как будто бы пирожонька. Иногда мне кажется, что она от меня отдаляется немножко, как будто больше к папе идёт. Знаете, такая, как будто бы я просто, не знаю, может, это я себе накручиваю, я переживаю. Мне кажется, что Вивочка думает, ой, типа, у мамы уже кто-то в животике живёт, зачем ей я? Я думаю, ну, как зачем? И мама тебя любит. Ты же мамин первый малыш. Я пока не знаю, как мы будем знакомить малыша с Вивьеной. Да, мисс Лэпки. Может быть, Вивочка на недельку поедет поживёт у родителей. Я не знаю. Я просто знаю, что так бывает, делаю, чтобы сначала малыш как-то, не знаю, привык, вы привыкли. Ну, как-то, я не знаю. Напишите в комментариях, интересно, как вы делали, как вы знакомили. Сразу животных знакомили с младенцем, принесённым домой после роддома или чуть-чуть попозже, чтобы как-то на старой сети же булочка. Переходнись. Короче, я пока не знаю, как всё это происходит. Я знаю, что бывает сначала, ну, могут питомца сначала там отдать, например, ну, родителям, допустим, да, там на недельку, не знаю. Просто, чтобы какая-то акклиматизация, может быть, произошла. Не знаю, пока у малыша, может, иммунитет не такой. Я не знаю. Напишите в комментариях. Я думаю, что, конечно, мы будем решать, думать. Я думаю, что ничего страшного, Вивена не расстроится. Потому что, когда мы куда-то улетаем, мы же тоже, ну, уезжаем. Вивену оставляем, маме моей. Я думаю, что ничего страшного. Ну, я бы не хотела, честно, но я думаю, что, понятное дело, нужно подумать про нового члена семьи тоже. Вот. Очень многие бывало спрашивают, что вы будете делать, если у ребенка будет аллергия на собаку. Вообще у нас гипоаллергенная собака. Ну, то есть, это если говорить про волосы. Я знаю, что аллергия бывает не только на шерсть, там волосы, бывает на, не знаю, слюну, какие-то такие штучки. Ну, как-то я просто в этом не сильно разбираюсь, но знаю такое. У меня, например, аллергия на кошачьи волосы. Я не знаю, может быть, даже не только на кошачьи, но и на собачьи тоже. Смотря какая собака, что за шерсть там, не знаю, пух, еще что-то. Вива у нас порода Йоркширский терьер. И эти собаки считаются гипоаллергенными. Как раз таки для тех людей, у которых там аллергия, еще что-то. Ну, как бы отличный вариант, потому что у Вивьены вообще не шерсть, а волосы. Вот. То есть, как и у людей, можно сказать, волосы. Да, мы хорошие. Поэтому в этом плане я думаю, что все должно быть хорошо. И, конечно, кто-то скажет, а если вдруг будет аллергия у ребенка не на волосы, а на слюну собачьи, еще что-то. Я не хочу об этом думать, если честно. Но я думаю, что все будет хорошо, во-первых. Я на это настроена. Я уверена, что все будет хорошо. Потому что, мне кажется, чтобы на такую собачку была аллергия, это прям нужно очень жестким аллергиком быть. Короче, не хочу думать ни о чем таком, что может быть каким-то сложным, грустным, неприятным. Но я никогда не откажусь от Вивьены. Это моя любимая собака, мой малыш. Мы в ответе за тех, кого приручили. И я просто надеюсь, что у нашего ребенка никакой аллергии не будет. Потому что на шерсть точно не должно быть, потому что это волосы. А если говорить про другое, то я думаю, мы будем как-то выкручиваться, еще что-то. Не знаю, к аллергологам ходить. Я уверена, что если что, этот вопрос как-то можно решить. Как минимум со временем и найти какой-то выход из ситуации. Такой, чтобы никто никого не травмировал. Ни аллергии, чтобы ребенок не травмировался. Не морально, чтобы мы не травмировались, типа, в духе отдать собаку. Потому что я знаю, что такое бывает. Это ужасно, я даже об этом думать не хочу. Это вообще один из самых страшных кошмаров в моей жизни. И никому не отдам свою собаку. Сейчас даже плакать буду. Короче, своих детей я никому не отдам. Только на недельку, если что. Всех безумно интересует вопрос. Где будет жить наш малыш в этой квартире, пока мы не переедем в новую? А в новую мы переедем, скорее всего, ближе к новому году. Дай бог. Вот, может быть, в начале следующего года. Пока не знаю, как пойдет. Но точно все должно пойти хорошо. Потому что обычно затрудняется ремонт. Это когда есть какие-то проблемы напряги с деньгами. Этот вопрос у нас под контролем. Также, когда есть какие-то проблемы с тем, чтобы приехали, там, мебель привезли, еще что-то. Да, у нас будет вся мебель практически на заказ, но мы заказывать будем в России. Поэтому я думаю, что это тоже, ну, максимум, там, 2-3 месяца мы подождем где-то. Короче, в планах, чтобы все было оперативно, классно и клево. Но, конечно же, в этой квартире мы тоже должны обустроить какое-то место для ребенка. Поскольку первые полгода жизни ребенок точно, скорее всего, будет жить здесь. И я уже заказала некоторую мебель даже, которая скоро, не знаю, пока, когда к нам придет. Хочу сразу всем сказать, чтобы вы подписались на меня в Телеграм. Потому что там я постоянно что-то обсуждаю, спрашиваю, советуюсь. Там, молодые мамочки, советуемся, что где купить. Мне сейчас понадобится тоже ваша какая-то помощь, поддержка, советы. Потому что я не хочу, ну, скорее всего, так будет, но я не хочу, знаете, нахапать всего ненужного. Я думаю, что в любом случае, когда, особенно, это первый ребенок, ты просто хочешь все, ты хочешь все попробовать, чтобы все понять. Вот. Я думаю, что ничего страшного, если вдруг я нахапаю всего подряд. В любом случае, всегда это можно потом продать, подарить, оставить там, может, что-то для второго ребенка на будущее. Вот, например, кроватки мы будем заказывать такие, которые трансформируются аж до 7 лет. Вот. И в новой квартире у нас, конечно, будет у ребенка другая кровать, там дизайнерская, уже готовая большая кровать такая. Но мы с собой из этой квартиры, например, люльку, типа, заберем. Ну, как она люлька? Ну, маленькая кроватка. А так, вообще, я заказала еще для дачи кроватку, вот такую, кстати, из Happy Baby. Так что, вот как раз нам скоро должны привезти посылку, и будем тоже все это смотреть, распаковывать. Там много всего классного. Вот, все вам буду показывать. Даже там есть какие-то приспособления для малыша, которые пригодятся нам, ну, не совсем скоро. Ну, не то, что там в год, но месяца 3-4, вот. А до рождения ребенка еще как раз 4 месяца. Ну, грубо говоря, через полгода только пригодятся. Вот. И то не факт. Ну, короче, в любом случае там что-то такое есть. Настроение улет. Ну, и как я вам сказала, что в этой квартире мы тоже должны что-то обустроить. И понятное дело, что ребенку все равно, может быть, много чего и не надо, но это все равно кроватка, даже если она будет стоять около, там, моего спального места. Понятное дело, так будет, скорее всего. Но все равно кроватка, комод, там, пеленальный столик какой-то там, либо на комод, либо отдельный, либо ванночка, где купает ребенка, либо горка специальная. Вот говорят, что, типа, нафиг ванночку, берите горку. В принципе, может быть, можно и горку, учитывая, что ванная у нас и так есть. Ну, знаете, ванночки, мне кажется, берут, когда нет ванны, а есть душевая кабина только. Вот, в квартире, в доме. Ну, ребенка мы на пол не скоро положим, вот это вот ползать. Сколько там они... Короче, все вот это все равно нам привезут, куча всего, в любом случае, комод, какой-то шкаф. Потому что нам одного комода точно для ребенка мало, поэтому у нас будет и комод, и шкаф. А вы сами такие думаете, а где же вы это все поставите? А вот это уже другой вопрос. Это мы уже все продумали, придумали, и сейчас мы поедем, кстати, в торговый центр для того, чтобы кое-что посмотреть. А конкретно... Вчера у моего брата Саши был день рождения, ему 11 лет исполнилось. Кстати, такой большой уже малыш. Но в торговый центр мы поедем, чтобы посмотреть как раз подарок моему брату Саше. Просто отмечать будем попозже, 11-го. Также помыть машину Славы. Он был на даче, и у нас сейчас на улице слякоть. Вообще трэш полнейший, поэтому надо обязательно помыть. И хотим кое-что посмотреть в, так сказать, строительном магазине. Даже в магазине бебель, а строительный. Так что, я думаю, можно выдвигаться. Ох, ребят, мы сели в машину, и я в шоке. Это что за март? А! Господи, совсем забыла вам рассказать. Ёшки-матрошки, я ходила на интервью в шоу. Да-да, нет-нет. Офигу. Я актриса, ребята. А ты лежала в психиатрии. Просто я нигде никогда об этом не рассказывала, как это все вообще произошло. Кто у тебя был первый? Сейчас вы все снималась, идиотип. Ой, волна тиктокеров. Что раздражают? Тратим бабки направо-налево. Прошу бабка просто. Уже Валю карнавал. Меня в какой-то степени еще бесит эта девочка. Саша Спилберг. Говорит она, а как-то стыд до меня. Твоя любимая Марьяна Ро. Как бы так вот, чтобы сильно ее обидеть. Да говорю уж как ей. А что, вот мне с ней, знаешь, не детей крестить. Юлия Пушман высказалась по поводу дружбы с Кариной Каспарянцевой. Мне очень тяжело расставаться с людьми. Как бы были близкими подругами, но сейчас мы разные люди. Да сейчас мы даже не поздравляем друг друга там с днем рождения. Такой момент соперничества. В принципе, так скажу, мы с Кариной разные. Какой была Карина и какой она стала? Я офигела, честно, когда мне Карина рассказала. Что это на вас такое нашло? Что это за суждения такие? Я, конечно, уши свечку не держала. И получила огромное удовольствие от того, что сходила. Жутко волновалась, переживала. Думала, что будут какие-то каверзные жесткие вопросы, на которые я как-то плохо отвечу. И потом буду сидеть корить себя за то, что я зачем вообще куда-то пошла. В итоге все вышло классно, клево, душевно. Куча положительных комментариев. Просмотры хорошие. Конечно, уж не миллиард просмотров там за день. Но просмотры хорошие. Потому что, знаете, еще есть такой немножко даже не то, что страх, а переживание, что если на твоем интервью будет мало просмотров, не у тебя даже на канале, а к кому-то ты придешь, и если там будет мало просмотров, то ты будешь чувствовать, что ты неинтересная персона. Ну, типа, знаете, не хочется быть тем гостем, у которого на интервью меньше всего просмотришь. Короче, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Хотя, конечно, это не главное. И, по сути, это не моя проблема, не на моем даже канале. Но все равно уж приятно зайти и увидеть, что ты интересная персона, и интересно послушать, что ты там говоришь. Вот, конечно, были негативные комментарии чуть-чуть, но в целом вообще все позитивные. И учитывая, что это не мой канал, и как бы люди, которые там не подписаны на меня, да, они не любят меня, например, не знают, может быть, кто-то, то понятное дело, что велика вероятность увидеть какие-то жесткие комментарии. Я, конечно, немножко в этом плане не то, что переживала, а просто думала, что все-таки... Хотя нет, чего про меня плохого писать? Ну, вот реально. Единственное, что там можно было плохое написать, что я очень часто говорю какие-то... Ну, что, ну, короче, типа того, туда-сюда, ля-ля-ля. Я не думаю, что это, потому что я не знаю, какое бы слово подобрать, и у меня нету там слов в запасе. А это просто... Это как фишечки, которые я использую. Тебе понравилось мое интервью? Да. Но ты его полностью, конечно, и не смотрел? Частично, да. Ну, там и нечего смотреть, и все знаешь. Ты мне все уже рассказала. Ну, да, я Славе, в принципе, все рассказала. Вот, так что в целом все классно, клево. Ну, что хотела вам еще рассказать. Так что обязательно посмотрите. Я вам ставлю сюда даже нарезку, которую сделали ребята, ну, как раз из нашего интервью. Обязательно посмотрите. Я думаю, что вас это заинтригует. В общем, мы со Славой решили из маленькой комнаты делать детскую. Ну, как типа детскую. Просто это та комната, где есть мебель, которую можно убрать. Типа дивана, на котором никто не сидит. Мы его уберем, и как раз там может стоять кроватка, комод пеленальный, еще что-то для ребенка. Я еще хочу заказать шкаф в эту комнату. Вот, потому что все равно комода не хватит для ребенка. И где-то придется хранить огромное количество всяких там памперсов. Кстати, памперсы и подгузники чем-то отличаются. По-моему, памперсы это как трусики, а подгузники это липучки. Я пока не разбираюсь. Но что-то такое, я знаю, что есть какая-то разница. Вот, вы, наверное, сейчас напишите в комментариях, но на самом деле забейте. Это не такая важная тема. Я стопудово сама это уже узнаю потом или увижу. Но типа сейчас это не главный вопрос, который нужно обсудить. И в той маленькой комнате с треной обои, которую я мечтала заменить на что-то нормальное, ну, нейтральное, не знаю, либо белое, либо какое-то бежевое даже. Вот, так что сейчас мы будем в торговом центре, и можно зайти в какой-нибудь Леруа Мерлен. Там очень удобно, можно поменять обои, несложно, потому что там нету никаких шкафов, никакой такой прилегающей мебели. Ну, обычно это шкаф становится какой-то даже не то, что проблемой, а просто, что типа нельзя отодвинуть в духе легко, да, чтобы за шкафом что-то заклеить. Вот, поэтому клево. В любом случае, кто-то спрашивал, будем ли мы в этой квартире что-то обустраивать для ребенка, конечно, да, но велика вероятность, что ребенок все-таки, конечно, будет спать рядом с нами, ну, с нами в спальне, поэтому, по сути, детская это, ну, номинально, я даже не знаю, как правильно назвать детская. Это просто как бы будет место, где вещи ребенка, потому что ребенок все равно будет спать с нами, то есть у нас будет спальня наша, мастер-спальня, плюс детская. Вот так, я уже натыкаюсь на всякие, ну, понятно, у меня по-всякому интересному, то, что мне выпадает в интернетах, все на тему детей, детских принадлежностей, приколы с детьми, и увидела там такой рилс, где девушка снимает тумбочку своего мужа прикроватную, потом снимает свою прикроватную тумбочку, которая не прикроватная тумбочка, а прикроватная кровать, представная кровать ребенка. Поставучая такая. Губа, конечно, у меня не дура, я хочу все самое лучшее для нашего ребенка. Что еще хотела вам рассказать, что я сегодня спрашивала на приеме у врача. Значит, я спрашивала, могу ли я ходить в бассейн, она сказала, да, иди в бассейн. Я говорю, даже если до беременности я не ходила в бассейн, она говорит, да, иди в бассейн. Так что, зай, мы с тобой идем в бассейн. Я говорю, а что мне там делать в этом бассейне? Я говорю, типа полчасика туда-сюда поплавать? Она говорит, да, во. Я думаю, что можно прийти в зал, который у нас рядом с домом. Он достаточно, кстати, неплохой, классный, модный, молодежный. И можно там спросить, может быть, там есть специальные какие-то дни, когда проходят какие-то плавательные занятия, аэробики для беременящих. В моей голове самое идеальное, это я просыпаюсь в 8 утра без отеков, потому что я проснулась как надо, лезла как надо, пью больше 2 литров воды в день. Кстати, я пью мало воды достаточно, из-за того, что нужно. Вот, и она сказала врачу, что отеки могут быть как раз таки, если ты мало воды пьешь, потому что организм переживает, что вдруг у тебя мало воды, и он, наоборот, запасает, и поэтому, ну, вода может застаиваться. Поэтому нужно больше пить воды. Я просыпаюсь такая в 8 утра, иду в бассейн, плаваю. Сначала я завтракаю творогом. Это мой идеальный беременный день. Я просыпаюсь в 8 утра, завтракаю творогом, пью свои витаминцы, выпиваю, там, не знаю, классный стакан воды, может, с чайком. Делаю какие-то утренние рутины. Куда причепуриваться? Иду в бассейн рядом с домом. Ну, пока дойду, пока переоденусь, грубо говоря, 40 минут пройдет, может, не знаю. Я же уже не такая акробатка, как она должна. Мне уже сложно с кровати слезть бывает, особенно через эту подушку для беременных. Я уже даже не пытаюсь через нее перелезть, я просто нахер сбрасываю с кровати и потом встаю вот так, потом опять поднимаю. Ну, короче, свои у меня там системы. Так вот, пока пришла, переоделась. Я единственное, что ненавижу, это эти общественные бассейны, потому что, во-первых, там пахнет хлоркой. Нужно надевать шапку. Шапки ненавижу. Как мне всю свою гриву засунуть в шапку, я не знаю. Значит, поплавала в бассейне полчасика. После этого у меня какой-то классный легкий перекус, например, гречкой с курочкой. Там, кстати, можно даже поесть это блюдце. А, мой муж со мной ходит на плавание, ему тоже полезно. Вот, только он может дольше плавать, быстрее выходит из переодевалки-раздевалки, потому что он более мобильный. Без человека уже ему легче передвигаться и все это делать. Ну, короче, вместе плаваем, потом вместе сидим в кафе, кушаем белки, заказываем курицу отварную и гречку. Обычный такой постный легкий перекус. Вот, может быть, учитывая, что утро и кофе разрешено беременную, выпиваем по стаканчику кофе. Нет, по пути домой заходим в кофейню. Блин, у меня уже было такое. Ты после, короче, спорта хочется кофе, но это не очень полезно, короче. И я решил отказаться от спорта. Ну, не от кофе же, правильно, блин, реально, в своем уме. Ну, слушай, не знаю, а почему нельзя? Ты же не таким спортом занимаешься, типа там, не железо тягаешь, ты же поплавал, потом немножко, ну, пришел в себя. Наверное, все равно надо какую-то паузу выдержать. Ну, как раз пауза, вот я тебе говорю, мы с тобой после басика, что как раз ты успеешь проголодаться, перекусываем что-то, например, в филе курочки с гречкой чуть-чуть там вот в кафешке сидим при зале. Вот так вот, чуть-чуть перекусили, можно чай с чабрецом, например, шлепнуть. Потом по дороге домой заходим в кофейню, берем кофейню. Покупаем сразу. Мы покупаем больше кофейню. Да, покупаем кофейню, потому что можно себе это позволить. Это я вам расскажу в свой идеальный беременный день. Что потом? Приходим домой, я делаю какую-то классную укладку, украшусь, ну, потому что я такая классная себя. Наряжаюсь, дома у меня чистота, порядок, целую собаку в носик. Ну, потом, короче, время, например, свободное время. Там работаешь, снимаешь, монтируешь, идешь куда-то там по своим делам, магазин, какой-то план, приезжаешь на квартиру, смотришь, как ремонт идет, вот так вот проходит идеальный беременный день. Не сейчас, в будущем пусть он так и это проходит. Мне хочется, чтобы он так проходил. После всех этих дел, ну, понятное дело, в перерыве где-то нужно пообедать, там такой уже полный, полноценный, классный обед. Потом опять какие-то дела, дела, там уже на выбор, свободное время. Полет для творческой фантазии. Я еду где-то не очень далеко от дома, чтобы без пробок, идеально. Приезжаю на специальный массаж для беременных, где мне, понятно, не живот массирует, а там ноги, руки, шея. Если нет на лице прыщей, то лицо массажирует тоже, чтобы все классно и подтягивалось. Вообще красота. жопам, чтобы и вода не заставилась, и там лимфы, не лимфы. То, что вот именно для беременных можно, вот полезно, хорошо. Вот такое делают. И это как, знаете, когда ты в детстве фантазируешь о какой-нибудь там фигне. Типа, я прихожу в магазин, покупаю все, что хочу, типа, открываю кошелек, каждый раз на кассе у меня там нужная сумма, сколько ей надо. Вот так же я фантазируюсь. Пока я езжу по всяким своим классным делам, приезжают курьеры, привозят мне всякие там одежка для детей, что-то, всякие классные ништяки. Я прихожу домой, и говорю, ой, ребят, сейчас будем делать распаковку всякой-сячной. Сейчас будем мыть машину Славы. Тоже честно, когда в нашей семье появилась вторая машина, у нас стало больше спор, больше выяснений, на какой машине мы поедем, какую машину мы сейчас повезем в торговый центр мыть. Раньше мы не знали таких проблем. Судя по УЗИ, которое было сегодня, ПДР у меня стоит на 0,7-0,7-е. Господи, неужели? Так интересно, просто я в Телеграм обсуждала по поводу родителей красивую дату, и что, если бы, например, у меня было плановое кесарево, и мне сказали, выбирай любой день, я бы проконсультировалась с астрологом. Ну, блин, это логично, это же я, это же все в моем духе. Я рассказывала о том, что если бы у меня была плановое кесарево, и мне бы сказали, выбирай дату, когда родится ребенок, я бы проконсультировалась с астрологом, типа, какую дату лучше выбрать. Ты тоже такого мнения? Но мне кажется, это нормальная история Но раз уж ты можешь выбрать То есть, грубо говоря, допустим, выбор Либо 07-07 рождается, допустим, с какими-то хорошими планетами Ой, наоборот, 07-07 красивая дата Либо, например, 09-07 хорошие планеты Конечно, хорошие планеты Я думаю, что любой взрывомыслящий человек выберет хорошие планеты Но это с астрологических точки зрения Мы же это помешанная семейка сумасшедших Кстати, я не одна такая, у меня муж находится Нет, почему? У меня реально есть подтверждение, доказать, что это работа Я в это верю Но я не заставляю вас в это верить Я не переубеждаю ни в коем случае Ой, забей, это работа я веду, гадаю Это бессмысленно С аудиторией промываю вам мозги Пусть уж родится, когда он считает нужным, как судьба, как все вот это Но будет так чудно, если родится 09-07 Снова у славы 9-го день рождения Ну, правда, Марта Но, учитывая, что еще говорят, что так ребенок у тебя похож еще один, ну, типа, одна эта фицировать-то Ну, посмотри Как чудно Как бог даст, как говорится Да Пойдем начнем, знаешь, с чего? С Леруа Мерленд Почему? Может, последним сам А я пока маме напишу, что брат любит, что ему надо? Может, последним сам Леруа? А куда сейчас туда пойдем? Можем перекусить? Ребенок, с которым ты будешь в эту хирню играть Слава обожает вот этот вот аэрохоккей Сделал себе ребенка, чтобы поиграть в аэрохоккей Да-да-да-да Просто Слава очень все это любит Ну, я просто такая, типа Ага, почему? Вот Поэтому, наконец-то, я рожу тебе ребенка А ребенок говорит Папа, пошли На хирню играть Короче, класс Мы идем в Леруа Мерленд Посмотреть обои Хотя, на самом деле, почему мы такие Ну, все лучшие дети Зачем мы идем в Леруа Мерленддд? Пошли в дорогой магазин с элитными обоями На самом деле, в Леруа Мерленддд Мы покупали, блин, все свои люстры в квартиру Ну, я думаю, в новую, конечно, мы будем Что-то другое брать Но, допустим, шторы можно спокойно В Леруа Мерлендддд Я испугалась Дай сюда Ребята, я видела эту лампочку И на озон И где только не видела Я хотела ее заказать 500 тысяч раз Посмотри И она стоит 90 тысяч Это просто какое-то искусство Обычная пальма Это не обычная пальма Это пальма За 90 тысяч Мне все эти декоративные люстры нравятся Например, вот эта нравится Смотри, какой чудо Как будто бы кристаллы Ой, они реально работают? Да, кстати, у тебя нас так Здравствуйте Здрасте Мы смотрим просто Спасибо большое Блин, столько красивых люстр, конечно В большей степени Они такие декоративные Хотя нет, тут есть и не то, что декоративные Ой, ну это все реально очень красивенько На самом деле Вот эти все элементы Ну, типа люстры красивые и так далее Это не просто даже свет Это вот в квартире тоже достаточно такой важный элемент Посмотрите, какая красота Понятное дело, что вы думаете, куда я это повешу Но в гостиной Ну да, можно хорошо прокомментировать, что как это тяжело все мыть Но на самом деле, что тут тяжелого Нужно просто один раз вот это все снять Помыть в душе И повесить Либо Есть даже специальные пшикалки, которыми ты пшикаешь Вся грязь стекает Блин, конечно, необычно Выглядит дом бездно Хотя тут не особо сложно Как будто бы какое-то дерево с цветами Сколько стоит такое чудо? 123? Не так уж и дорого Для такой чудесной красоты А вот еще как раз 180 тысяч Я так боюсь, что все в этих лампочках и люстрах Блин, охерительно Просто охерительно Скажи, все-таки вот Люстры это не только свет Если позволяет квартира, помещение и пространство Немножко больше, чем просто Лампочка одна Световое решение Это элемент декора, конечно Абсолютно полностью внешнее ощущение дизайна Да Вот еще С фотографией Чем лучше настроен, поставлен свет, тем лучше фотография Но ты говоришь именно про само освещение Я говорю даже с точки зрения декора И, понятное дело, какой-то свет тоже дает Блин, какой оно тут все красивое, зя Да, интересно, какие решения здесь Да Мне все это нравится Это не Леруа Ну да, это не Леруа, конечно Хотя мы брали свои все лампочки, эти люстры в квартиру в Леруа Мерлен Мы брали с точки зрения того, чтобы хорошенько все светило, освещало Потому что у нас с этим были проблемы в квартире Нам нужно было, чтобы хороший был свет А не с точки зрения всяких каких-то декоративных задач Короче, мы идем посмотреть обоим Пока не знаю, куда Можно зайти в тот магазин, в котором мы уже не один раз были Потому что здесь какие-то они все с рисунками Я, конечно, такого не хочу Ну, хочу что-то обычное, типа белое, бежевое Может быть, даже не белое, а бежевое Хотя лучше белого, я ничего не знаю Я просто думаю, шторы тоже обязательно хочу заменить в этой комнате на блэкаут, понятное дело И просто те шторы, которые там висят, они такое себе Поэтому шторы... Ну, шторы можно вообще в Лера спокойно брать и не париться А, мы же хотели покушать Так я туда иду, зайка А ты куда идешь? В обои, вот они Что, мы как сюда попали, так я уже все Вот тут большой выбор, конечно И обычных И рисунчатых Мы сидим на футкорте Слава показал тебе, как это называется, чекенбургер Что это? Это чекенбургер Вкусно? Я попробую Что же обычный чекенбургер? Я хочу попробовать Не дает мне пробовать Мне лучше просто курица Я всегда вопер беру в Бургер Кинге Потому что, по моим ощущениям, это самое, типа, обычное Что я знала, но Это не самое легкое и не самое вкусное Теперь я люблю вот этот чекен Как его звать? Будем теперь его мне накладывать Тут нету каких-то других классных пафешек Которых я бы хотела поесть Ну, типа, например, крошки и картошки Я никогда ничего не ем Мне вообще туда не хочется Здесь кентальная, но Сидеть долго, что-то ждать есть тоже не хочется Я не оправдываю то, что я ем фастфуд Я бы сейчас кайф напоем И буду себя чувствовать чудесно Попросили добрать машину до полвосьмого Вот, поэтому мы спустились Чтобы потом спокойно ходить Не торопиться В общем, на третьем этаже Там, где как раз-таки фудкорт Там есть вот эти автоматы Это, конечно, наверное, не полезно Непонятно, сколько лет там эти жвачки лежат 15 минут 150 рублей Ты, если, наверное, 500 положишь Он у тебя будет час херачить Купил 10, 50 и 100 Нету? Вот так Мне жвачку не смог купить Значит, и расслаблять спину свою не будешь Короче, у нас просто у обоих не оказалось мелочи А там жвачка стоит 20 рублей Такая вот круглая Хорошо, вот сюда садись Вот тут классно Я боюсь, я потом не встану Я тебе помогу Вон тот? Ну да, вон там ее протирают Раньше мы здесь с тобой часто зависали, да? И что мы тут зависали? Знаете, в этом есть какой-то особенный вайп Когда ты моешь машину и ждешь, когда ее помоют Но мы обычно так не делаем Мы как раз любим мыть машину в торговом центре Потому что ты ее оставил Ключи оставил И пошел себе по торговому центру Вот это я обожаю У меня? Упс Так что сейчас заберем машину Слава сказал, что у него в машине есть мелочь Пойдем возьмем мне жвачку Которая будет вкусной ровно 10 секунд А потом потеряет свой вкус И пойдем посмотрим обои Вероятно, нам надо будет их заказать Вероятно, они не сразу придут Вот Мы не то, чтобы сильно торопимся Но хочется это как будто бы в марте сделать Знаете, чтобы все спокойно дышать Короче, я хочу прям максимально заранее Все, что можно подготовить для рождения ребенка Чтобы на последних месяцах уже Ну, грубо говоря, конечно, не то, что прям релакс Понятное дело, все равно подготовки какие-то будут Но, знаете, уже не ломать себе голову Не переживать, не бегать Чтобы уже все такое самое важное Главное было на готове И это так называемая рутина подготовки Она также будет в какой-то степени помогать Быстрее приблизить время рождения малыша Не знаю, правда, зачем в какой-то степени Мне так хочется ускорить время Чтобы быстрее встретиться с нашим малышом Потому что, когда этот момент произойдет Уже никогда не будет так, что мы только вдвоем Ну, типа, знаете, я думаю, каждая беременная Об этом думает, особенно когда это первый ребенок И понимает, что на всю жизнь теперь она будет не одна В том плане, что такая большая ответственность И уже жизнь будет совершенно другой В том плане, что уже так просто куда-то не поедешь Не пойдешь На самом деле время быстро летит Мне только кажется, что оно как-то тянется Но на самом деле оно тянется Особенно сильно первые три месяца Вот первый триместр, он самый такой напряжный Потому что ты, во-первых, ждешь Когда, ну, уже и живот появится И шевеления ждешь И узнаешь, что все хорошо Что все развивается как надо Пройдешь какой-то вот этот Такой более сложный, опасный период, что ли Вот, и он такой весь этот первый триместр напряженный Мой нелюбимый, короче Вот, второй триместр Ты уже начинаешь кайфовать от того, что У тебя появляется животик Ты начинаешь ощущать шевеления Ты уже весь такой беременный А третий триместр Не знаю Но я спросила, кстати, у него врача Какой у меня будет живот по ее прогнозам Ну, типа, здоровый, нездоровый Она говорит, нормальный Типа, обычный, нормальный живот у тебя будет Ну, типа, не сказать, что большой Ну, и не то, что там, маленький совсем Обычный, типа, среднестатистически беременный живот Говорит, ну, с первым ребенком, типа, норм А что-то она там намекнула на то, что как будто со вторым У меня должен быть огромный живот Ну, не знаю Посмотрим Очень часто бывает так, что Первые, в первую беременность набираешь меньше, чем вторую Хотя у кого-то бывает наоборот Кто-то в первую, вот, например, Ханна Ханна, господи Ну, просто интересно Она в первую беременность набирала 17 килограмм А во вторую – 11 Моя мама со мной набирала меньше С Гошей чуть побольше Так что, ну, всех по-разному, индивидуально Я думаю, от многих факторов зависит Но я вот так вот сейчас говорю, конечно Не факт, что я так буду делать Но мне хочется после рождения ребенка Не то, что прям сразу спорт золотий Но хочется все равно более правильный образ жизни вести Тем более, что я теперь не курю Не пью Но пить-то я уж все равно буду когда-то Вот, но курить, да, не хочется к этому возвращаться Придется больше гулять Поскольку ребенок появится Там в парке, свежий воздух Но все равно, я думаю, это как хорошо влияет Такой план Ладно, Дай, расскажи, как ты будешь мне помогать с ребенком? Менять подгузники Укачивать ребенка Читать сказки Петь песенки Ну, ты, да, я надеюсь, ты будешь петь песенки Кормить молочком Своим? Ну, нет, ну, смесь там всякая Ага Че еще? Ну, короче, все буду делать Зафиксировали Ну, то смогу Он сказал Что я здесь еще смогу? Я тоже так, ой, ну, что смогу, то и сделаю для тебя ребенок Ну, например, груди, за груди я не покормлю Логично, я это не смогу Ну, ладно Первое время, первые месяцы Ну, как мне говорила мама И девочки, да, кто уже рожал, подружки Кого-то малыши говорят, что По сути, да, конечно, помощь мужа Родных, она нужна и важна Но не то, что с ребенком прям Потому что все равно Во-первых, у мамы сися, молоко, понятное дело Папа этого дать не может Поменять там подгузник, ну, это недолго В духе Ну, и скупает, ну, да Но все равно это как-то, ну Я думаю, что больше времени все-таки уходит на кормление На вот какие-то такие моменты Я не знаю Когда узнаю, я вам все расскажу Обязательно прокомментирую Вот, как это будет Но я думаю, что первое время Ну, как мне мама даже говорила Что ребенку больше всего нужна просто его мама Сися И все Потому что первые, там, месяцы Ребенок, ну, почти постоянно спит Просто ест Ну, уходит в туалет Ну, понятно, его купать надо Вот Но ты, Зай, первое время сможешь мне отлично помогать С тем, чтобы организовывать дома порядок Чтобы я не сходила с ума Если у меня не будет на это как-то времени А я буду психовать по поводу того, что я хочу, чтобы дома было чисто Но я не могу успевать все Я хочу спать Конечно, да Потом вопрос в плане что-то с едой Да, да, да Я думаю, что если ребенок днем, как минимум, пару раз спит по 3-4 часа Я не знаю, сколько спят дети Пока еще не разбираюсь в этих благ Я думаю, что за это время можно многое успеть Хотя, когда он спит, может быть, и мне захочется спать Ох, сложно Смотрела всякие видео по поводу грудного вскармливания Потому что все готовятся к тому, как рожать и так далее Но также особо никто Ну, нет, не то, что никто Просто всем кажется, что, типа, кормить грудью это очень легко А как показывает практика, там столько разных моментов, нюансов Которые тоже надо знать, сделать правильно Чтобы ребенок правильно взял грудь Приложить правильно Может быть, где-то там расцеживать А где-то, наоборот, не расцеживать, не трогать Потом Короче, там столько тоже нюансов, моментов И я, ну, начала все это тоже смотреть Скоро тоже с вами поделюсь всякими моими мыслями То, что я узнала То, что мы решили что-то Не знаю, потому что мы, вы не поверите Мы были уверены, что будем рожать в одном роддоме А теперь мы решили, что будем рожать в другом роддоме Это решение нам очень нравится Хотя мы почему-то были уверены, что будем рожать в другом Короче, такие, знаете, вещи, как, не знаю Мы давно думали о том, что если у нас там будет сын, мы назовем так Если дочь, назовем так А в итоге сейчас мы понимаем, что нам вообще уже другое нравится Ну, типа, знаете, так все меняется, что даже непонятно Так долго протирают твою машину, Джай Мне уже хочется пойти им помочь чуть-чуть Чтобы быстрее было Все меньше и меньше работают Да, все меньше и меньше работают Слушай, люди вообще работать не хотят Ну, завтра праздник Ну и что? Ну и что? Что праздник? Наоборот Как раз сейчас многие мужики, может, хотят свою ласточку искупать Чтобы завтра доехать за своей другой ласточкой Мы сейчас посмотрели, там такая большая очередь за цветами сегодня Хотя сегодня 7 марта, а завтра 8 Вот цветочники, наверное, в такой праздник денег поднимают, да? Они за один день могут весь сезон, ну, за один день 8 марта окупают почти, мне кажется, весь год Трэш Ну, может, не год, но несколько сезонов точно окупают тупо просто за 1 8 марта Нет, цветы – это, конечно, тема нормальный бизнес Цветы всегда нужны На праздник, на день рождения, на роды, на... Это такой бизнес, когда, ну, типа, не ежедневно ты большие, как бы, выручки получаешь, а только в празднике, по сути Ну, почему... Нет, большие, да, но, извини меня, каждый день у кого-то день рождения и у него одного Конечно, и цветочных магазинов до хрена, но все равно Конечно, да, нет такого, что, там, не знаю, там, я, ты, заходим в цветочные, там, постоянно куча людей, например И ты не можешь это протолкнуться, очередь большая Вот даже то, что у нас рядом с домом есть какие-то цветочные Но все равно, я думаю, что... Никогда мы в этом цветочном больших очередей не бывает, кроме 8 марта и это, какого-нибудь там, не знаю, Нового года А все... Да, по-моему, нет, по-моему, только 8 марта А, ну и 14 февраля А, ну да, хотя это вообще, типа, считается не праздником Это не наш праздник, да Но, как бы, все равно люди покупают, потому что люди привыкли, что 14 февраля, как бы, ну, нужно поздравить Я думаю, что это тоже такая, знаешь, типа, фигня по поводу... По поводу наш, не наш Конечно, это как Хэллоуин, у нас тут нет такого Не наш праздник Да, не наш, но почему-то 14 февраля еще в школе я училась В Валентинке, вот эта вся шляпа, еще я мелкая была Вот это я понимаю Тут, конечно, освещение не такое классное Вот это я понимаю Только сначала мы станем поближе ко входу на парковке Так, вот мы и пришли к оживательным резинам Что я хочу? Я хочу, конечно же, эти арбузы О, 10 рублей стоит, значит, можно две взять Стой, давай проверим твою интуицию Как ты думаешь, какой цвет попадется? Можно глаз, смотри Нет, я не хочу глаз, я думаю, он будет другой по вкусу Ну, давай Я думаю, что будет голубой А ты какой, думаешь, цвет твой попадет? Оранжевый Ладно Все? Ах! Никто не угадал Давай еще одну возьмем А вот эту не хочешь? Не-а Нахуй мне, давай Давай Смотри, ты дыши Вот, вот эти Вот это классно должно быть Давай попробуем Нет Давай я себе возьму Да Вот эти самые вкусные Ладно Ну, хочешь? Ты хочешь сам такую? Какой будет? Синий Зеленый Давай Ура! Угадала Я уже секунд пять жую эту жвачку Пока уже вкус сохранился Так, мы заказали обои Вот такие Четыре рулона Тут очень много разных вариантов С разными цветами Мы хотели что-то такое, типа, как у нас было Только эти, они не совсем белые А прям Вот эти прям более белые А мы чуть-чуть побежевее решили взять Чтобы не совсем белые Немножко потеплее хочется Вот, мы смотрели разные варианты Все-таки боимся мы брать какие-то такие с текстурами Они как-то больше надоедают Спасибо большое Вот, заказали обои Так что одно классное дело сделали Но обои мы заказали Они где-то в течение трех-четырех рабочих дней будут идти Не дешевые И, скажем честно, обойки Все лучшее детям, как говорится А еще смотрите, какие классные коврики В Люра Мерлен Как клево Вау! Вот! Смотри, какие классные тут коврики для детишек Вот такой Смотри, какие милашества Обязательно будут у нас коврики Шмёврики Вот такие будут Но на самом деле есть специальные для детишек Есть именно не коврики Даже А... Ну, какое чудо Здесь у нас будет дочь Я хочу, чтобы она любила единорогов Как знаете, девочки? Это же такое мимимичество Ну, не все девочки любят единорогов Но, мне кажется, это мило Конечно, супер мило Че? Беременяшка Да, беременяшка Уже я хожу, как беременный человечек Мои хорошие девочки-хозяйки Я вас еще не учила шторы укорачивать Специальные ленты Научу Как же я люблю все милое Знаете, никогда не смотрела на мягкие игрушки Но теперь, когда у нас будет малыш Хочу, чтобы у нас весь дом был в супер милом Какой чудный столик Есть светлые блок-ауты тоже Но самый лучший вариант, да Может, коричневый, либо бежевый даже Лучший вариант точно такие же Тебе есть самый лучший вариант Быстрее, на всюду идти А у меня есть самый лучший вариант Постоять, покумекать А что-то я тут светлых никаких не вижу У нас не такие Эти какие-то плотные Я вообще не могу понять, где наши шторы Я их тут не вижу Вот наши похожи на вот такой материал Но у нас цвет более коричневый А вот такие у нас, кстати, похожи в этом В гостиной, типа, в большой комнате Просто они обычно, вот такие шторы Которые мы рассматривали Они висели где-то в другом месте Я думаю, что, может быть, мы Немножко не дошли Это, конечно, мило Есть со звездочками Ну, блин, это, конечно, такое На любителя На вкус и цвет, как говорится Товарищи нет Продолжай Вот именно Шторы блок-аут на ленте Красивый цвет такой Слегка бирюза Есть еще? А, ну вот, слушай, блин Я думала, там одни тюли А, блин, это Не то, что нам надо Это ткани Ну, тут, наверное, выбор хороший, конечно Ух ты Какая клееная штора Они тоже блок-аут Видишь, трясовано солнце Пошел нафиг Жалко, второй такой нет Да? Неплохой оттенок Такой теплый, приятный Но не коричневый Может быть, не делать нам темные А то у нас во всем доме Во всей квартире темные Блин, мне вот эти понравились Я теперь плачу Хнычу Ты, черт возьми, блин Люра Мерлен, ты что, с дуба рухнулся? Где вся красота? А, где твое могущество? Смогли удивить меня только этим милой с собой И этим милым Сай Нашему ребенку точно нужен такой кринжовый мешок Я слышала, дети любят такое Нет, здесь все материал какой-то странный Ну да Как будто туда говна и палок напихали Я разочарована Бежевый? Он и в Африке бежевый Ну, как будто бы на нем будет видно заусенца Хотя, если отпарить Ну-ка, тут что? Тут полный блок-аут Шторная лента и петли Вместо 9 Тут тюль Короче, прикиньте, ребята У нас уже только было Когда что-то с вентиляцией происходит Лифты открыты И нам теперь придется подниматься по лестнице И это очень плохо Только я из машины вышла, расслабилась Ну ладно, все Последний рывок Дойти до лифта И я в кровать Слушайте Звук ужаса Сюда прям ветер дует Когда мы зашли в подъезд, еще и когда открывались дверь Дверь прям вышла просто из-за сквозняка Прикиньте Смотри, она надулась и зовет Можно голову сушить Вив Твои родители приехали У нас был шопинг Вот и мы Вот и мама с папой Ну как? Заскучилась? Папа Какие мысли у тебя, Вива? Ой, ты мой хорошенький Нюхай, мама Я сейчас разделусь по моей руки, Вив И буду с тобой обжиматься Ребята, лежу, отдыхаю После такой долгой прогулки Что реально трэш Я чувствую, что даже ребенок устал В итоге мы купили шторы Две штуки С одной стороны, с другой Вот такой вот выбрали цвет Не коричневый Больше даже серый Но такой теплый серый Вот, я подумала, что Прикольный цвет По ощущению он не холодный То есть он все-таки что-то между серым и коричневым Ну, как мне кажется, не знаю В любом случае нужно повесить, посмотреть Но цвет приятный Такой нейтральный Прям совсем нейтральный Мне кажется, отличный оттенок Как вам? И они blackout полнейший Ну, не, не полнейший Цена там была 2800, что ли? Вот, и в комплект идет термоклеевая лента Мы еще дополнительно взяли Потому что я хочу еще те шторы, которые у нас есть Тоже немножко подклеить А в большой комнате, в гостиной у нас вообще на шторах нету этой ленты И шторы лежат на полу Меня это немножко раздражает Если честно С одной стороны, это создает такого расслабленного состояния Но я такое не люблю Короче, вот такие шторки Будем вешать Я не знаю, когда Но в идеале сначала все-таки Овои сделать уж Снять старое Вот Эти можно будет подготовить А потом уже повесить По поводу тюли Тюль тоже хотелось бы Но с тюлю как-то сложнее Потому что ее как будто бы нужно на заказ сделать Потому что я не видела стандартных тюлей И надо померить, сколько у нас высота и все такое Потолков Потому что дайте, чем хорошо Ну, шторы Спокойно подогнул, как тебе надо Приклеил ленту Ну, положил ленту Утюгом пришпарил Я в каком-то влоге вам это тоже покажу, как я делаю Вот Я думаю, что все знают Но на всякий случай покажу Ничего сложного И будет красота А сейчас мы с вами будем делать гречку Салат и котлеты Котлеты у нас готовые Кстати, уже почти съеденные Вы, наверное, думаете Ничего себе Мы котлеты как часто и много едим Но на самом деле Половину из того, что я налепила Я отдала маме в тот раз Вот, чтобы они тоже ели мои котлетки Что-то очень удобно Мы поели Поужинали И я увидела брызги на этих дверцах Ух, так И решила их протереть Кстати, такой классный лайфхак Вот эту штуку протирала Протирала Постоянно были разводы От тряпки Хотя иногда бывало такое Что не было разводов Вот эту тоже штуку протирала Протирала Не знаю, наверное, тряпка Может слегка еще мокрая была Может быть Хотя я со средством все это протирала Тут тоже все протерла Так вот И я взяла И воспользовалась Вот такими бумажными полотенцами Ну, типа, знаете Как вот Есть же этот лайфхак с газетой Чтобы стекла Зеркала были Офигенно чистыми Вот И стало просто обалденно Ну, вот Типа, вот эти разводы Видите? Это я уж так Это не то, что у меня там Какая-то генеральная уборка сейчас была Просто я хотела Сделать красивенько Видите, какое отражение прикольное? Прям нету разводов Вот этих Дурацких Вот эта хрень Вот эти разводы Они у меня были очень жесткие По всей вот этой поверхности От тряпки Поэтому сейчас, можно сказать Вообще блестит Прям супер Еще Слава Получается позавчера По-моему Приехал с дачи И вот такие цветы Передал его дедушка Для меня И это безумно мило И очень трогательно А дом это у нас Тоже какое чудо Я уже в телеграм поделилась И в сторис тоже Вот этот цветок Женское счастье В простонародье И он у меня Цвел первые года Два, наверное Когда появился Потом где-то Два или три года Не цвел То есть он у нас уже давно И я помню Что у него были цветки Вот как раз Только в самом начале Когда этот цветок У нас дома появился И я так ждала Чтобы на нем Появились цветочки Он у меня то болел Что с ним только не было Вот видите сухой Там Надо его достать Я уже многие здесь Листочки отрезала Вот такие тухленькие А, вот этот даже Отрезать не надо Видите Он сгнил Сам вышел Я думала Что этому цветку Кранты придут Он у меня в каком состоянии Только не находился Я его и так И сяк И так поливаю И пшик Они очень любят Вот такое на листочке Вот У нас тут система Автополива Вон, видите Типа заливаешь Он его поливает Со временем Короче, что я с ним Только не делаю И все Никаких продвижений А тут этот цветок Видимо почувствовал Что я как женщина Счастлива Еще и беременна И вот такую Мне приятную Весть Подарил Что я очень жду Когда же этот бутончик Распустится С ума схожу Все думаю Интересно А будут еще Какие-нибудь Бутонцы Может вот здесь Что за корючка такая Как интересно Ну, у меня росточки А видите, как чудно Задержка у него была Это из-за Аппаратной несовместимости Это Он в этом не виноват Виноват Блин Виноваты разработчики Которые не потянули ПО У меня сегодня Тест микрофонов Мой парк сегодня Состоит из Шури И Шуры И Шури У меня причем Три разных фирма Это Шур МВС Вот это прям Разная фирма А это Шур Другой А, точно Это тоже Шур Это Шур АМВ5 А это АКГЛИРА В общем, рассказываю предысторию Мы со Славой Зашли в МВИДЕО Как обычно Когда мы в ТЦ Куда бы нам еще найти В МВИДЕО В общем, дело в том, что Мой брат Саша Компьютерный гений Тоже увлекается Всякими творческими штучками И захотел на день рождения Микрофон Вот И мы со Славой Зашли Посмотрите мой микрофон Тот, который хотели бы Подарить моему брату Не нашли Прикольный Но увидели вот этот Подумали то, что Может быть нам Его взять попробовать Просто он такой Чисто Ну, как бы И по внешности Более такой Немножко старперский В духе И нам как бы Не немножко А старперский на годочков Так 60 назад Короче, нам там Может быть со Славой Хорошо зайдет Реакции записывать Еще что-то Да, он большой Но его можно вот так Вот типа классно Направил И все Просто вот На который записываем Мы Это достаточно старинный Микрофон Но он действительно Очень хороший Да, действительно Очень хороший И в свое время Мы его покупали Примерно за такую же цену Да, он стоил 10 тысяч И этот стоит 10 Ну, этот мы сегодня Ну, это такая Ну, это такая Вообще просто шляпа Короче, да Слава его послушал Сейчас попробовал Посмотрел И вот этот хуже оказался Чем наш Просто мы подумали Может быть обновить Чтобы реакции получше Еще что-то Вообще шляпа Просто шляпная Жизньопщажная Да Так что завтра Сдадим его На фикс А Саше Моему брату Заказали другой классный Молодежный микрофон Который меняет цвет Да Я начинала С ВКонтакте И я начинала там Выставлять фотки А дедушка подарил мне Фотоаппарат Мне это все было интересно Знаешь, у меня не было Каких-то Так приятно На момент, когда я записываю Это видео Сегодня уже 8 марта Наступило Ну, сейчас уже ночь Так-то Можно сказать, что 7 еще Вот И за день 425 тысяч просмотров Так приятно, правда Вот 800 комментариев Я просто делюсь с вами Потому что Действительно Я вообще никогда же Вы знаете Никуда не хожу И Мне так приятно Что столько Позитивных Классных комментариев Это вот Есть и новые А тут из популярных Вообще Понятно Мною практически Все пролайкано Вот Ну да, все В принципе Все вот такие вот Пролайканные Тут можно Можно конечно Поставить лайк Короче Очень много Приятных Я уж не знаю Может там кто-то Сидит Обновляет Чистит Чтоб про меня Никакие консты Не писали Чтоб Когда я к ней Приду Позвать не надо Но в любом случае Отдыхать Кайфовать Чуть-чуть Помонтирую видео Мне в последнее время Монтаж дается тяжело А еще я не знаю Как я буду монтировать Когда у меня живот Будет еще больше Потому что я сижу И мне уже Короче Живот Короче Упирается в стол А мне хочется Быть ближе Поэтому приходится Спускаться Прям практически Лежа Вот так И все равно Живот упирается Я же не могу На весу блин Монтировать Чтобы руки на весу были Ну хотя Наверное придется Как-то Не знаю А с ноутбука Я не люблю С ноутбука Я не люблю Монтировать И мне это неудобно И вообще Маленький кран Я люблю работать На стационарном компьютере Мне это намного удобнее Привычнее И я когда сижу За рабочим столом У меня прям идет Рабочий процесс Ну конечно я могу Херней страдать Но вот так вот Рабочий процесс А в кровати Я не могу работать Хотя ну вот Все люди разные Кто-то наоборот С кайфом В кровати Я думаю Мне бы понравилось Конечно в кровати Работать с ноутбуком А не сидеть Тут и работает все лучше И грузится быстрее Всегда так было Мне кажется Так что все Спасибо большое За просмотр Всех Люблю Целую Обнимаю Будете счастливы Здорово И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok